привет сегодня поговорим о том какой iphone лучше купить в 2020 году iphone 10 или iphone 10r поехали и начнем самые главные мысли реально самый главный берите тот смартфон который вам больше нравится если вы уже хотите какой-то из этих двух не думайте все берите и покупайте казалось бы банальная мысль но вы даже не представляете насколько часто я встречаю людей которые купили смартфон которые хотят не они а их друзья их окружение или кто-то еще самый важный момент это ваши деньги тратьте их так чтобы они вам принесли пользу ну а если вдруг вы еще не определились если вы из тех людей которые действительно не знают какой выбрать iphone 10r или iphone 10 тогда это видео будет вам полезным ролик будет построен следующим образом сначала поговорим про основные заблуждения потом подробно разберем дизайн камеру дисплей производительность звук общем все 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 моменты но начнем вот прям час с признания я понятия не имею зачем снимать этот ролик и появился он только потому что зрители об этом просят я сам не стою перед выбором между этими смартфонами двумя понятия не имею как можно стоять между выборы перед выбором между этими двумя смартфонами но об этом поговорим самом конце я вам весь не общечок куда и почему а сейчас самые основные момент iphone 10 этот топ of the top 2017 года это флагман вспомните какие смартфоны вышли вместе с ним 8 и 8 плюс те самые отличные няшная но все-таки с кнопкой под экраном и с устаревшим на сегодняшний день дизайном и поэтому когда появилась десятка это было вау это было круто и большинство людей хотели именно ее вот тогда это топ of the top 2017 года а это самый недорогой если можно конечно так сказать про айфоны потому что вот он все равно стоит до хрена самый доступный из айфонов но уже 2018 следующего года и отсюда возникают такие позиции типа лучше купить десятку потому что это флагман а 10r это вообще не флагман и конечно только вам решать как тратить ваши деньги но хотя бы понимаете что означает такая позиция это значит человеку все равно как сегодня ведет себя смартфон как работает телефон что он умеет насколько комфортно с ним будет новому хозяину да вообще пофигу главное это общественное мнение главное что думают про телефон чем он считается и это знаете такое пустить пыль в глаза вы правда хотите принимать решение руководствуясь не своими предпочтениями а мнением окружающих вам правда свое мнение настолько мало значит я вообще не против это ваши деньги вам решать как их тратить моя задача только обратить ваше внимание ну что давайте детально про отличия и начнем с дизайна десятка выпускалась в двух цветах я называю их черный и белый но правильно говорить серый космос вот это серый космос и серебристый у 10r выбор цветов богаче ощутимо богаче есть все те же черный белый а кроме них еще есть желтый синий красный и вот такой замечательный коралловый десятка она знаете такая более взрослая по дизайну она такая более аристократичная и даже более премиальная по ощущениям я бы сказал чуть попозже объясню почему 10r он крупнее смотрите рядом р к на 7,3 миллиметра длиннее на 4,8 миллиметра шире на 0,6 миллиметра толще и при этом она тяжелее на 20 грамм и в основном из-за этой толщины потому что действительно ощущается когда держите их руках именно из-за этой толщины десятка ощущается более дорогим решением для меня по крайней мере возможно вы не согласны это только моя заморочка но тогда пишите свое мнение в комментариях по поводу ощущения премиальности а мы пойдем дальше десятка лучше лежит в руке у меня рука среднего размера и в десятке я могу дотянуться практически не перехватывая до любой части дисплея смотрите вот сюда не вопрос даже вот в дальний угол раз даже в дальний угол телефона могу достать перехватывая конечно но не то чтобы сильно а вот в 10р уже такой фокус не пройдет ну потому что надо как-то даже больше чем вот так тянуться и в целом десятка еще раз удобнее лежит в руке рамки в 10р рамки однозначно толще это заметно но давайте в цифрах они толще где-то на один ну максимум на полтора миллиметра это правда так критично представьте себе полтора миллиметра да это практически ничего пока вы смотрите на рамки вблизи расскажу вам какие гневные комментарии чаще всего прилетают про рамки айфона 10r люди пишут никогда ни за что не куплю себе этот смартфон потому что у него огромные жирнющие рамки что это означает у человека нет собственности этого телефона и в лучшем случае человек составил мнение повертев смартфон в руках в шоуруме несколько минут или взяв у знакомого это отзыв без реального опыта не зря владельцы вот этих смартфонов те люди которые их купили те люди которые ими пользуются рамок не замечают это не просто так рамки действительно не мешают давайте пойдем дальше и поговорим теперь про материалы корпуса стекло спереди и сзади и сразу договоримся одинаковые моменты в этом ролике мы обсуждать не будем наша задача выбрать этот телефон десятка или 10r поэтому будем говорить только про отличия и отличия в материалах они по бокам боковая рамка в айфоне 10 выполнена из нержавеющей хирургической стали отполированной до зеркального блеска в айфоне 10r это авиационный алюминий 7 тысячной серии и он уже матовый это значит сразу многое отпечатки пальцев намного охотнее остаются на боковой рамке десятки здесь же гораздо охотнее появляются всякие мелкие дефекты вроде неглубоких царапин потому что отполирована до зеркального блеска рамка сама по себе нержавеющая сталина конечно прочнее чем алюминий но за счет отполированности происходит вот такая история зато рамка из нержавеющей стали как из более прочного материала может выдержать более жесткое падение то есть знаете будет такой определенный процент падений когда рамка из алюминия уже погнется и наступит трындец а рамка из нержавеющей стали она все-таки выдержит и не деформируется но но имейте ввиду если падение будет настолько жестким что вот прям алюминий уже погнется то скорее всего внутренности телефона так сильно труханет что он может сломаться не от деформации рамки а просто от сотрясения и еще один момент в дизайне который может быть важен перфекционистом lightning разъем не симметрично расположен на задней крышке в айфоне 10r он смещен ближе к задней части телефона камеры одинарная двойная у десятки есть второй модуль телефото объектив который способен на двойное оптическое приближение правда диафрагма него слабовато 2 и 4 об этом чуть чуть попозже так вот двойное оптическое приближение что это значит у десятки в два раза лучше зум для фото это десятикратный у десятерки пятикратный для видео шестикратный против трехкратного зум естественно что десятикратный зум это не оптический это гибридный до двух x телефон делает оптическое приближение а дальше уже идет гибридный зум оптический плюс цифровой примеры фото видео в том числе зума будут попозже а сейчас я хочу обратить ваше внимание вот на какой момент на десятки делать зум зумировать намного удобнее потому что вот вы снимаете и хотите допустим приблизить нажимаете вот так вот 1 2 x двойное оптическое приближение если хотите еще больше приблизить картинку то делаете просто вот так до 10 x можно приближать и все это ухты все это нормально получается сделать одной рукой на айфоне 10r такой финт уже не прокатывает тут нет кнопки 1 x 2 x и если я буду вот такие движения делать по экрану то переключаются просто режимы камеры здесь чтобы сделать приближение нужно использовать вторую руку это не всегда удобно портретная съемка айфон 10r может снимать в трех под режимах естественный свет студийный свет и контурный свет айфон 10 в пяти под режимах кроме тех что я уже назвал есть еще смотрите сценический свет и сценический свет черно-белый но если мы будем говорить про портретную съемку на фронтальную камеру то здесь в лидерах уже айфон 10r потому что у него 6 под режимов на фронталку а у десятки все те же 5 кроме того посмотрите сюда вот на эту надпись на экране айфона 10r люди не обнаружены основная камера может снимать надей стерки портретные фотки только людей животных извините нельзя предметов тоже не получится а у десятки таких ограничений нет можете снимать все что угодно в портретном режиме и что интересно вот этого ограничения съемки людей на 10р ки нету если будем снимать в портретном режиме на сэлфи камеру еще один интересный момент одно и то же фото было сделано вот на этот айфон 10 вот это айфон 11 pro max в чем фишка здесь 5 портретных под режимов здесь три портретных под режима при съемке на основную камеру а здесь целых шесть портретных под режимов так вот теоретически в этой фотографии изначально было пять под режимов и если нажать корректировать ее то посмотрите на айфоне 10 вот они все пять под режимов но один про макс поддерживает а6 может быть 6 здесь добавится на корректировки не а ничего подобного и причем обратите внимание что функции изменения глубины тоже не добавляется а на айфоне 10r вообще под режимы регулировать нельзя когда эту фотку на него скинул и это было не просто отступление в сторону я хочу обратить ваше внимание что по-разному можно редактировать фотографии на смартфонах у 10r ки вот например есть улучшенная функция глубина в портретной съемке вот это вот практически фотография человека в данном случае фигурки человека и посмотрите снята она на iphone 10 и рвут на этот и можно менять глубину резкости смотрите на задний фон эту же фотографию но на десятом айфоне вот в такой плоскости корректировать уже не получится а еще у айфона 10 шире угол портретной съемки видите сколько информации помещается в кадр это также означает что пропорции у айфона 10r будут не настолько хорошими и правильными как у десятки сами решайте чего вам больше нравится больше информации в кадр или лучше пропорции я например за больше информации в кадр и кроме того по моим наблюдениям iphone 10r не так требователен к свету к наличию яркого хорошего света для портретной съемки как десятка возможно вы не согласитесь возможно у вас другое мнение тогда пишите его в комментариях а мы пойдем дальше авто hdr у iphone 10 и smart hdr более злой у iphone 10r причем smart hdr у него не только на основную камеру но и на фронталку тоже у 10r есть расширенный динамический диапазон при съемке видео в качестве 1080p на 30 кадров в секунду причем как на основную камеру так и на фронтальную и еще одно важное отличие стереозвук 10r может записывать стереозвук когда снимает видео десятка такого не умеет и чуть попозже когда будут примеры фото видео вот тогда вы сможете убедиться в этом своими ушами пара слов про фронталки 10r может писать видео на фронталку в 1080p с кинематографической стабилизацией а еще вот этот смартфон может снимать видео в качестве 1080p на 60 кадров в секунду на фронтальную камеру а десятка только на 30 это были детальные отличия в камерах а теперь давайте поговорим про одно но пожалуй самое важное качество съемки днем очень сравнимая причем как видео так и фото съемки единственное что если день будет пасмурный то есть недостаточно светлый то у десятки фотографии получаются чуть темнее и видео тоже получаются чуть темнее но вот ночью ночью 10r снимает уже заметно лучше это проявляется во-первых в отсутствии такого количества шумов на однородных темных поверхностях например когда вы снимаете темное небо то на десятки нередко проступает такой винегрет из пикселей фиолетовых черных коричневых в общем разных все это называется шум на фото и все это не слишком приятно а еще десятка хуже отрабатывает пересветы когда рядом с темными объектами возникают светлое например окна домов вывески магазинов фонари 10r вот эти моменты сложные для съемки моменты отрабатывает намного лучше ну и давайте перейдем к примерам слева всегда будут кадры сделанные на iphone 10r а справа на десятку и в этой паре фотографий вы можете сразу сходу заметить что 10r к делает более светлые кадры когда пасмурная погода когда вроде бы светло но не слишком разумеется это кадры без всякой обработки и все что я вам сегодня буду показывать все снятое на телефоне это без обработок это обычные стандартные камеры а сейчас смотрите двойное оптическое приближение на десятку эту фотографию я вам показываю без пары потому что оптического приближения на 10r нету ну и собственно сравнивать не с чем но сейчас будет максимальный зум смотрите 10 и 5 кратный соответственно и разница она ощущается правда ощущается десятка приближает ощутимо круче больше в два раза больше в два раза лучше приближает следующая пара фотографий и опять такая же история с наличием света в кадре более светлые фотографии получаются у айфона 10r но честно говоря это не особенно заметно если вы не ставите две фотки рядом претензий к уровню освещенности и светлости но вы понимаете фотографии в айфоне 10 нет никаких до тех пор пока вы не начнете сравнивать сделанные им фотографии с фотками которые делают более новые смартфоны двойное оптическое приближение с этой же точки от айфона 10 и сейчас смотрите будет сравнение максимальных зумов бабам опять же десятка здесь ощутимо рулит вырывается вперед так что если вам нужен в зум то это десятка завершающая пары дневных фотографий точно такая же история как и раньше 10r снимает светлее интереснее в пасмурную погоду но и десятка большой молодец в принципе неплохие кадры делает это обычные стоковые кадры вот оно двойное оптическое приближение от десятки и наконец максимальный зум и прям вот чувствуется разница прям чувствуется что в два раза больше этот самый оптический не оптический конечно гибридный зум у десятки в два раза больше итоговый максимальный зум у десятки настало время перейти к сравнению ночных фотографий и первую пару фоток я честно говоря запорол потому что 10r дёрнул во время съемки фото это заметно если вы посмотрите на светящиеся объекты на фонари например от них такие полосы исходят но даже вот в этой фотке если абстрагироваться от полос все равно 10r чуть лучше сняла потому что фотография получилось более светлое в целом небо более светлая на ней больше деталей и цветопередача по крайней мере мне больше нравится на 10р следующая фотография она как ни странно получилось ярче светлее у айфона 10 но обратите внимание чуть правее центра фотографии скопления светлых объектов желтые синеватые там и так далее так вот на 10r можно рассмотреть каждый из них в отдельности а на десятке они сливаются в такую в пятно большое разноцветное пятно посмотрите на фонари светящиеся аура от них на 10r существенно меньше чем на обычной десятке еще одна пара фотографий где отличия даже более очевидны во первых десятка здесь провалила цвет не так не такими цветами все это выглядело в жизни 10r он гораздо более точно передал во вторых посмотрите небо на 10р она прорисована на десятке но практически нет ну и конечно светящиеся объекты вроде окон хорошо нормально видны на 10р и по сути это такие просто яркие квадраты на десятке можно там рассмотреть детализацию попытаться рассмотреть оконные рамы но уже сложно и посмотрите на нижнюю левую грань здания которая по центру фотографии расположена посмотрите на засвет от фонаря на этом здании как его отрабатывает десятка и как 10r завершающая пара ночных фотографий здесь особо комментировать нечего 10r лучше отрабатывает засветы у него лучше детализация и и сейчас мы с вами перейдем к видео примером видеозаписи видеозапись на iphone 10 конкретно сейчас будем тестировать зум вот это обычная камера вот это телефото модуль двойное оптическое приближение и делаем максимальный зум вот а вот раз iphone 10r видеозапись и сейчас опять же тестируем зум машины мимо ездят ну конечно куда без них делаем максимальное приближение вот это максимум что может в плане приближения дать iphone 10r а сейчас оцените уровень стабилизации это iphone 10r светлое время суток практически день посмотрите на то как телефон справляется с тряской я конечно руками стараюсь гасить как могу но вы понимаете вибрация все равно передается на смартфон и вот сейчас вступает в дело уже стабилизация те же самые условия запись на iphone 10 оцените уровень стабилизации насколько хорошо телефон гасит тряску ну и конечно смотрите на качество картинки на передачу цвета на уровень деталей сейчас кстати не то чтобы слишком темно но однозначно и не яркий солнечный день солнце практически села на небе тучи облака что-то такое среднее между ними в общем оценивайте качество картинки звук кстати который вы сейчас слышите это с устройства без всяких обработок iphone 10 ночная видеосъемка 1080p 30 кадров в секунду звук с устройства как положено разумеется все без обработок iphone 10 ночная видеосъемка 1080p 30 кадров в секунду все на стоковую камеру без обработок как телефон видит так и вы видите дисплей oled ips 5,8 дюйма 6,1 дюйма на бумаге у них одинаковая яркость 625 кандел на метр квадратный но в жизни сейчас сравним ставим максимальную яркость на обоих смартфонах и открываем программу настройки вот этот выглядит ярче как вы считаете это во первых а во вторых посмотрите на цвета передачу под углами вот кстати еще одно отличие в дисплеях проявилась когда открываете программу настройки переворачиваете iphone 10 р то интерфейс переворачивается в горизонтальный режим на десятке такого нету так вот цветопередача под углами у айфона 10 мне нравится больше а вам разрешение у меньшего по размерам дисплея выше 2436 на 1125 пикселей против 1792 на 828 пикселей у айфона 10 и соответственно и плотность пикселей тоже выше у десятки 458 ппи 326 ппи контрастность 1 миллион к одному 1400 к одному 3d touch полезная в играх штуковина он есть в айфоне 10 и его нет в айфоне 10 правда если вы в игры не зависаете то вам это отличие будет ну наверное не так уж и значимо в потому что смотрите вот 3d touch в айфоне 10 нажали сильно появилось дополнительное меню а вот 3d touch в айфоне 10 р вернее хаптик хаптик touch в айфоне 10 подержали чуть дольше появилась точно такая же менюшка по сути вы получаете на 95 даже может быть 9 процентов тот же самый функционал от хаптик touch что и от 3d touch единственное место где будет чувствоваться его отсутствие отсутствие 3d touch это игры и конечно на экран 10r помещается большее количество контента сайт apple в обоих случаях открыт посмотрите у десятки информация на этом сайте заканчивается на слой айфон 11 а у 10r влазит еще больше вплоть до слов но но и бай в целом у десятки более навороченный дисплей здесь у лет он более дорогой здесь лучше контрастность лучше черный цвет но это не значит что в 10r плохой экран вообще ни разу он тоже классный и у айпи с технологии тоже есть преимущество например нет выгорания пикселей не отшима но и так далее это не тема ролика просто имейте ввиду что однозначного лидера по экранам здесь нет хотя бы потому что вот этот экран хотя у него и плотность пикселей меньше в 326 5 против 458 он все равно производит абсолютно цельное впечатление на рабочих расстояниях зернистости в картинке в абсолютное большинство людей не заметят и наконец дисплей в айфоне 10r он просто больше это никуда не денешь на него больше помещается контента поэтому тут уж решайте сами чего вам больше нравится а мы пойдем дальше производительность и начинка баллы в антуту перед вами версия антуту последняя на момент съемки этого ролика 807 я вам скажу у 10r офигенные баллы но и у десятки тоже вполне себе вот этого смартфона десятки на сегодня вам хватит для решения если не любых то практически любых задач сегодня он отличный сегодня с ним все хорошо до десятка быстрее да у десятки на один год запас актуальности больше но тем не менее прямо сегодня прямо сейчас вот этот замечательный iphone 10 тоже офигически быстрый что у нас еще по производительности и по начинке у этих смартфонов разное 10r можно купить в вариантах на 128 гигабайт а десятка я имею ввиду встроенной постоянной памяти десятка с таким количеством памяти просто не выпускалась ну и конечно же в смартфонах разные процессоры а11 байоник а12 байоник оба они классные но 12 он он лучше он интереснее он меньше по размерам при этом он мощнее и при этом он же еще и энергоэффективнее но например оба процессора имеют похожую архитектуру 4 энергоэффективных ядра и 2 высокопроизводительных так вот высокопроизводительные ядра на 15 процентов мощнее и на 50 процентов энергоэффективнее у айфона 10r скорость работы четырехъядерного графического процессора на 50 процентов выше в айфоне 10r а встроенный нейронный процессор в а 12 байоник аж в девять раз быстрее чем в 11 ну конечно в 11 это был первый опыт создания нейронного процессора он там был всего лишь двухъядерный в общем и целом 10r к даже на сегодняшний день это просто бомбический по производительности аппарат он тянет все у него отличный запас на будущее автономность и батарея аккумуляторы кстати похожего размера 2716 и 2942 миллиампер часа а вот автономность она уже существенно отличается по крайней мере для меня может быть вы ее будете ощущать как одинаковую я щас объясню в чем тут дело айфон 10r у меня доживает до конца рабочего дня и я уверен в его автономности мне ее хватает айфон 10 не доживает чаще всего не доживает до конца рабочего дня и это обламывает то есть надо будет таскать собой либо зарядное устройство либо powerbank короче я не могу быть уверен в этом смартфоне у вас конечно ситуация может быть другая возможно вам вот этого на два дня хватит работы а может быть вам обоих смартфонов что этого что этого только до полудня будет хватать но в моем случае но такая происходит история в целом по официальным цифрам iphone 10 до 13 iphone 10r до 16 16 часов воспроизведения видео поддерживает аудио соответственно до 60 и до 65 часов эти смартфоны могут проигрывать но конечно же в идеальных условиях таких лабораторных вот прям редко такое в жизни встречается но это официальные цифры apple в режиме разговора по беспроводной гарнитуре до 21 до 25 часов и в интернете до 12 и до 15 часов сейчас будем проверять какой из смартфонов громче это iphone 10s max на нем открыта программа шумомер на смартфонах уровень громкости выставлен на максимальный открыт один и тот же трек и снова копирает sounds запускаем программу шумомер и смотрим какой смартфонов будет громче 89 децибел максимальный уровень громкости которая выдала десятка сейчас делаем то же самое но с айфоном 10r 90 целых одна десятая децибела и конечно громче но честно говоря уши прирост громкости не улавливают осталось еще пара моментов у десятки одна sim карта одна и все никаких вариантов у 10r sim карты 2 может быть обычная плюс ее sim либо же даже две физических sim карты не так сложно сегодня эти аппараты достать кроме того у 10r новее face id но правда в жизни это никак не ощущается у меня никаких претензий нету к работе технологии face id в iphone 10 все быстро все очень четко все более чем хорошо вот теперь мы с вами поговорили про все отличия между айфонами 10 и 10r настало время объяснить вам почему я считаю сравнение этих смартфонов бессмысленным о кстати смотрите насколько хорошо читается информация конечно не под прямыми солнечными лучами но под отражением довольно яркой лампы на дисплеях айфонов 10r и 10 так вот почему я считаю сравнение этих смартфонов бессмысленным все дело в стоимости iphone 10 прямо сегодня в моем городе стоит всего лишь на 20 долларов дешевле чем iphone 10s и поэтому практически никто не хочет покупать себе десятку 20 баксов в масштабах стоимости этих смартфонов нет практически ничего люди берут 10s и поэтому реально сегодня люди стоят перед выбором я имею ввиду тех людей которым нравится именно вот такой форм-фактор телефонов они реально стоят между выбором iphone 10s или iphone 10r но вернемся к теме ролика и будем делать выводы эти смартфоны отличаются сильно отличаются и какой лучше конкретно для вас зависит от того какие у вас критерии выбора какие у вас предпочтения однозначно найдутся люди которые скажут вот для меня из этих двух лучше iphone 10 но найдутся и те которые скажут а для меня лучше из этих двух iphone 10r и я вот как раз отношусь ко вторым потому что под мои критерии выбора 10r подходит круче интереснее у него лучше батарея который мне хватает на весь день уверенно и это важно у него две sim карты и для меня это тоже важно вот уже хотя бы за это я готов выбирать iphone 10r по отношению к iphone 10 но что выберете вы пишите в комментариях спасибо что проверить несколько минут со мной ставьте лайки пишите свое мнение о том что вы увидели и услышали сегодня подписывайтесь на канал пока